Всем Angry Toys, пацаны! Сегодня мы пилим сэмпл-тайп пиано-мелоди в стиле Булевара Депо и битмейкера Ray Kuo. Давайте начнем. Темп наш 110 ударов в минуту. И это снова видео про мелодии, которые так нравятся мне и надеюсь, что нравятся вам. И еще я без понятия, что там было в оригинале. Это был сэмпл или это написанная с нуля мелодия. Но мы напишем мелодию с нуля и сами себя засыплируем, потому что мы можем. Так что начнем с самой мелодии. Ее мы будем писать с помощью Addictive Keys. Это фортепиано, которое очень здорово звучит. И еще, естественно, у нас уже есть ударные. Поскольку это видео про мелодии, про ударные мы поговорим ближе к концу видео. В первую очередь выбираем вот этот пресет и наша главная мелодия будет в виде арпеджио. И я надеюсь, что вы знаете, что это такое. А если не знаете... А если не знаете, то это что-то типа такого. То есть это когда мелодия идет вверх по аккорду или вниз по аккорду, или вверх, потом вниз по аккорду. Короче, вот это просто по сути перебор нот аккорда до минор. Чтобы было круче, мы берем вот эти две нотки и переносим их на октаву вверх и получаем... И это наше нижнее арпеджио. Это мелодия как бы для левой руки, а у нас еще будет мелодия как бы для правой руки, которая как бы лидирующая. И оно тоже будет написано только на нотах, которые входят в наш аккорду. Вы скажете, что это очень просто и очень так себе звучит, но это мы еще не сделали самое важное. Очеловечивание, гуманизацию. Короче, мы сделаем ее сейчас не такой машиной. Для этого давайте мы вот это все нижнее арпеджио выделим. Зажмем Alt, открутим колесо мышки и займемся верхним. В первую очередь мы отрегулируем его велосити. Первая погромче, вторая потише. Первая погромче, вторая потише. То есть те, которые играют во второй четверти такта и в четвертой четверти такта звуки, чуть-чуть потише. Если вы не понимаете, что такое такт и четверти, вот эта вся ерунда, то обязательно посмотрите видос, который будет вот тут вот по подсказочке. Это видос для начинающих по FL Studio. FL Studio за 10 минут напиши свой первый бит. Типа такого. Теперь добавим наше нижнее арпеджио, вернем ему громкость. И примерно таким же образом настроим его велосити, но оно будет еще чуть более тихим. Но это еще не все. Теперь нам нужно эмулировать нажатие педали фортепиано. У фортепиано есть педаль, и по крайней мере одна из них отвечает за то, чтобы когда вы нажали на клавишу и отпустили ее, нота продолжила звучать. Просто продлеваем звуки так, как будто у нас нажатая педаль. Так же, чтобы они как бы одинаковые ноты сами на себя не накладывались. Все, это единственное правило. И продлеваем, продлеваем, чтобы было круче. Это касается как верхнего, так и нижнего арпеджио. Как партии для левой руки, так партии для правой руки. По-моему, стало звучать гораздо-гораздо приятнее. И еще, и еще, и еще. Если вам кажется, что все равно недостаточно динамично, человечно, недостаточно ощущается вот эта мягкость игры, тогда вам поможет сочетание клавиш Alt-X. Вот вы видите это маленькое окошко, и Multiply отвечает за разницу между самым тихим и самым громким звуком. Соответственно, чем больше Multiply, тем больше эта разница. То есть тихий звук тише, громкий звук громче. Добавляем Multiply где-нибудь до 175%. Окей, но вы видите, что некоторые звуки уперлись в потолок, и чтобы это открутить, откручиваем Offset. И получаем... Гораздо приятнее жмем Accept, и просто отдельные какие-то супер громкие звуки немножечко открутим. Теперь откроем браузер, и здесь Pax Instruments Orchestral String Selection. Выбираем этот звук, добавляем, потому что в оригинальном треке что-то там как будто сзади играет, но я не знаю что, поэтому я добавил струнные, чтобы хоть что-то играло, подыгрывало сзади нашему фортепиано. Только, естественно, нам нужно очень сильно это убавить, ну и сделать так, чтобы немножко разные были велосити у каждой нотки. Отправим и кладвишные, и струнные на один канал микшера, и на него для начала повесим декапитатор, потому что это не только классный и крутой перегруз для вашего классного и крутого 808-го баса, но еще и просто отличный сатуратор. Вот здесь можно выбрать несколько стилей звучания. Мне понравился N, конкретно для данного случая, потому что просто мне понравилось, как он звучит. Дадим чуть-чуть перегрузика, открутим низкие частотики, дадим тоне на процентов 70, как он вот так и. Отключим эффекты. Стало поярче. Я понимаю, что это будет попахивать какой-то дичью, но сначала, чтобы получить в итоге сэмпловое звучание, мы его одним образом обработаем, и потом, когда мы его заресэмплим, обработаем еще чуть-чуть, и в итоге, в итоге, в итоге я на 100% уверен, что звук, который получится в итоге, вам понравится. Следующим эффектом будет Retro Color. На нем мы просто убавим нойзи, отключим воблу и отпилим наполовину стереобазу, потому что в том числе за счет этого мы получаем вот это low-fi-ное звучание. Далее мы идем в лимитер и используем его в режиме компрессора. Открутим Threshold и добавим Ratio. То есть Threshold, порог срабатывания, Ratio, степень сжатия. Ставим ее где-нибудь в районе 4,5 и Threshold регулируем, чтобы не сильно много у нас отрезалось. И мы получили вот это зажатое звучание. Компрессор очень много, где использовать не нужно. Но здесь, именно чтобы получить немножко подпорченное звучание, мне показалось, что вот это классная штука. Вам я рекомендую с компрессором обходиться максимально осторожно. Но еще можно немножко добавить гейна. Ну просто, чтобы было чуть-чуть погромче. Ставим паттерн, который у нас получился в плейлист, выделяем все и нажимаем Ctrl-Alt-C, жмем Enter. Смотрите на настройки и сделайте примерно так же. Получили вот такой вот мы сэмплик. И перед тем, как мы продолжим, да, вы могли заметить, что на канале стали выходить ролики чуть реже. Но при этом вы также могли заметить, что над каждым роликом я стал больше стараться. Давайте я предлагаю вам небольшую сделочку. Если мы в течение недели под этим роликом наберем 4000 лайков, то я снова перехожу на нормальный темп одно видео в неделю. И постараюсь, максимально постараюсь, максимально долго удерживать такой темп и максимально удерживать планку качества хотя бы на таком журе. Если бы вы такого хотели, если вам уже нравится звучание, которое мы сделали, то можете прямо сейчас поставить лайк под этим роликом, а мы продолжаем. Нажимаем вот на эту маленькую точечку, выбираем чоп, time-based чоп и чоп in beats. Теперь мы все это выделяем, отключаем обязательно stretch и сокращаем в два раза. Получаем вот такую штуку, и сейчас мы будем делать маня. В оригинальном сэмпле, по-моему, первый и второй чопы перепутаны местами, соответственно, мы это тоже делаем. Просто вот так, вот так. И теперь просто их выставляем один за другим. А во втором такте первый чоп повторяется два раза. И если вы не знаете, что такое так, напоминаю вам снова про видео для начинающих. И получаем в итоге такое звучание. Вы можете услышать, что оно какое-то слишком дерганное и не такое плавное, как в оригинале. И чтобы это исправить, нажимаем на него дважды, заходим в declicking mode и выбираем generic. И слушаем. Теперь, по-моему, все отлично. И также вы могли услышать, что в оригинальном Angry Toys есть еще живые ударные. Сейчас мы их тоже запилим. Для этого нам понадобятся Addictive Drums и новый паттерн. Выбираем, выбираем Modern Soul и R&B. И стомпинг. Потому что здесь прекрасные-прекрасные open-head. После каждого открытого хета мы будем ставить дополнительно закрытый хет. Мы будем таким образом их ограничивать, и так будет более крутое звучание. Пока ритм не особо ощущается, но когда это все будет звучать вместе с битом, то будет прям очень здорово. И еще, мы не обязаны каждый раз использовать одни и те же звуки. И поэтому мы можем, например, здесь вот этот open-head поставить. И еще, естественно, мы можем поиграться с Velocity. Например, вот так. Теперь, чтобы добавить еще немного грубо, кача и мощи и крутости, жмем Alt плюс Q и выбираем вот здесь вот Groove's Push-Pull Head. Вот старт-тайм крутим на 65-60%. Дайте 60. Окей, зачем это нужно? Чтобы создать вот такие вот микропаузы. И вот этот пресет Push-Pull Heavy, по-моему, он максимально универсальный. Я постоянно его использую. Теперь зажимаем Ctrl, все это выделяем, зажимаем Alt, тянем за эту стрелочку один раз и получаем вот такую штуку. Мы на 25% сократили эти барабаны. То есть их сжали. Зачем? Сейчас покажу. Переходим в плейлист, выделяем вот эти полтора такта, жмем Ctrl-Alt-C, и превращаем их тоже во в сэмпл. И получаем вот такую штуку. Ну а теперь нам нужно их растянуть обратно в два такта. И получаем... Они стали более растянутыми, такими более low-fine. Но еще мы заходим сюда, Pitch уменьшаем на 100 центов. И смотрите. Магия. Мы Pitch уменьшили, а они стали выше по звуку. И я почти уверен, что 99% из вас знают, в чем тут дело. И никакая это нифига не магия. Но если вы не знаете, то напишите в комментариях. И если знаете тоже, напишите, почему так произошло. Просто реально интересно, понимаете ли вы вот эту механику FL-ки. Звучит пока не идеально, мягко говоря. Ну или как сказал бы я из прошлых видео, звучит примерно как подмышка носорога. Мы сейчас все это исправим. Отправим ударный на четвертый канал микшера, звуки на третий канал микшера. И начнем с пианино. И первым снова будет декапитатор. Оставим на этот раз стиль А. И добавим побольше перегруза. Тони также переключаем примерно в 75%. И отпилим еще немножко вверху. С самого-самого вверху. Немножко как бы убавим вэддрай. Можем... Следующая обработка будет такой маленькой секретной фишечкой, которая, естественно, никакой секретной фишечкой не является. Просто это делает звук еще более спорченным, лоу-файным. Это Little After Boy от тех же Sound Toys, что и декапитатор. Наводим на питч. Один раз колесо мышки. Наводим на формат. Один раз колесо мышки вниз, естественно. Слушаем. И, грубо говоря, звук стал просто ниже на один полутон. Вот этот Little After Boy как раз делает его еще более лоу-файным. Можем еще дать немножко драйва. Давайте где-нибудь один. Теперь параметрика Q2. И в нем мы будем рисовать не у А скорее, скорее у Давы, который почти переварил слона или верблюда. То есть вырезаем немножко серединки, потому что там дофига муть, и отрезаем вверх, чтобы как раз дополнительно подчеркнуть эту самую лоу-файность. Получили вот такой вот сэмплик. Вот так бы это звучало, если бы мы не делали никаких дополнительных обработок и никаких очеловечиваний. Так бы это звучало, если бы мы не стремились сделать сэмпловое звучание. А теперь вот этот сэмпл звучит вот так. И мне нравится такое звучание. Только еще давайте немножко стереобазу запилим. Ну, в смысле, убавим. Теперь переходим к ударным. Тут у нас все гораздо интереснее. Первым будет Retro Color. В нем мы отключаем нойс, отключаем воблу, добавляем диста процентов на 55 и сделаем страшное. Откручиваем стереобазу полностью. И вот тут вот. Как-то так. И то не на максимум. Чтобы получить такой кривой, косой звук. Но это еще не все. Заходим в FabFilter Pro G. Это гейт, то есть это эффект, который обрубает звуки ниже определенного порога громкости. Вот как-нибудь так, наверное. Вот, минус 20,45. Мне такой вариант нравится. И, кстати, я уже сказал вам про 4000 лайков и ролик каждую неделю, но как только это видео наберет 2000 лайков, то, как обычно, этот проект со всеми вот этими потрохами окажется в моем паблике ВКонтакте, который называется «Школа битмейкинга». Ссылка на паблик в описании. Потому что мне постоянно пишут в личку, где сэмплы. В паблике «Школа битмейкинга». Там есть отдельные посты, в которых есть ссылки на проекты из видео. Продолжаем. Естественно, потому что мы запилили стереобазу, нам нужно ее вернуть. Поэтому мы вешаем в стерео шейпер и получаем все вместе. Звучит по-прежнему не идеально и неполноценно, потому что мы еще не накинули биток, и сейчас про этот самый биток я вам расскажу. Самое интересное, что в нем есть, это его хай-хеты, а именно вот эти. Вот этот маленький моментик, это единственное, что я взял из оригинального бита. Все остальное просто примерно похожее, но не более того. Вот здесь, смотрите, у нас, на этом хай-хете нет никакого расширения, но при этом, если зайти в панораму, он разбросан влево-вправо вот таким вот образом. На 808 басе очень жесткое расширение. Перед этим вейв шейпер, декабитатор, а потом и имиджер из 8-го озона. Как обычно, все, что ниже 200, не расширяется, а все, что выше 200, расширяется вот таким вот образом. И примерно подобные настройки на всех инструментах. То есть кик расширяется, клэп расширяется. Вы могли не заметить, на ютюбе версия клипа лежит, и там почти все звуки в моно. А та версия, которая на площадках, очень сильно расширена самого трека, как сэмплов, басов, вообще всего. Странно. Если смотреть на самые парты, то они самые обычные. Вот здесь вот единственное, вот такие прикольные запиночки на хетах я сделал и на киках. А в остальном, ну, паттерн как паттерн, ничего принципиально интересного. И добавим громкости сэмплу. В параметрики, собственно, можно это вот так вот сделать. Добавим 6 децибел, и потом, если что, убавим. И убавим эти open-hat. Вот здесь вот у нас хеты играют ту-ту-ту-ту-тун. И мы open-hat, живые, подстроим под эти хеты. Выберем какой-нибудь прикольный звучок здесь. Вот этот звучок вполне даже прикольный. Берем лезвие, отрезаем здесь, отрезаем вот здесь, да. Обязательно смотрим, чтобы стретч был отключен. Отключаем его. Делаем вот так вот. Cell переключаем на одну треть. Вот так, вот так, вот так. Да, вот так. Если вот это мы отключим, смотрите. Что-то не то уже. А так? Вот именно сочетание ударных трэповых и ударных живых в таком варианте, по-моему, звучит очень прикольно. Самое время накидать структурку и включить озон, который давным-давно находится на мастер-канале. Как звучит с ним? На максимайзере вы видите все настройки. Я просто в разной степени регулирую усиление, и все, все остальное у меня всегда обычно. На e-mangerie, как обычно, enhanced space, который я никак не настраиваю. На динамика Q, как обычно, low-end control, на котором я просто убавляю его воздействие. То есть он очень сильно убавляет бас, я просто немножко его возвращаю, и все. Еще очень важный момент. После того, как мы заресэмплили вот это пианино, у нас остался канал, на котором включен retro-color, в котором включен noise. И его обязательно нужно выключать, если он у вас не используется, потому что он будет этот самый noise, то есть шум, создавать. Так вот, я еще немножко низких частот отпылил у нашего сэмплика, и немножечко низких частот отпылил еще у нашего open-head loop-а. И теперь давайте послушаем, что у нас примерно получилось. Субтитры сделал DimaTorzok вот такой вот получился биток, вот такой вот получился видос. Надеюсь, он вам понравился, надеюсь, он вам был чем-то полезен или хотя бы капельку, хотя бы капельку, чуточку интересен. Если что-то из этого, то обязательно ставьте лайк. А если было неинтересно, бесполезно, бит не понравился и вообще все плохо, то ставьте заслуженный дизлайк и можете написать, что именно было плохо. Ну и напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу от А до Я, который в том числе подойдет и начинающим битмейкерам. Чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне, мне. А ссылка на меня под этим видео в описании. Обязательно, обязательно, обязательно посмотрите другие видео на этом канале, потому что если вам понравилось это видео, то другие видео вам точно понравятся. И они тоже покажутся вам интересным, если это видео было вам интересно. И обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. А если уже подписались, то нажмите уже этот дурацкий колокольчик, чтобы получать уведомления моих видео. Ну и с вами был Стас, надеюсь, вам понравилось. Все, всем пока, увидимся в следующем видео.